Возможно, даже кто-то вызывал полицию. Камеры к вам подключены. Вы сидите в службу. За что вы там деньги получаете? Я говорю, мы вызываем милицию, они просто не едут. Просто не едут. Зато они за Водолеем спят, Росгвардия. Вот здесь у торговли спят, они там сидят, в машинах храпят молодые парни. А зачем это Росгвардия? Зачем эти ППСы? Зачем их расплодили по всему городу, если они вообще никаких функций не выполняют? Я 6-й микрайон раз 5 сдать не мог, мы мусор убирали. Там то лавочка придем вырвана, то мусор вот такие в горе лежат. И все, там это за 5 минут не сделаешь, там сидят пьянцу, делают что хотят. А вот эта Росгвардия, она спит везде за углом. Так зачем они нужны? И те вызывают, я приезжал в службу в центр, где центр занятости, заходил и говорю, зачем вы смотрите в камеры? Если там каждый день пакость ломают, качели рвут, зачем он смотрит? Мы вызываем, никто не едет. Мы вызываем, ППС не едет. Милиция бездействует. А мы должны раз за разом. Вот по ней видно, что она погнутая. Ее пинали, долбили. Вот они камеры стоят. Что толку? Даже никто этим вопросами занимается. Да. Существляется звонок. Книга. Учета. Регистрация. Нужно проверить, если на ли это информация, чтобы потом спросить. Да. А у нас мы все к этому подходим. Как работать правоохранительный орган? То есть мы как депутат мы не можем, правильно? А еще как обычный человек, нам еще либо превышение самообороны потом впишет, либо мы получим по лицу за то, что мы попытаемся сделать. Поэтому нам нужны как раз посты, милиция, которая прогуляла по улицам и контролировала вот эти все пространства. Пару вечеров погуляет и молодежь будет себя обвести более прилично. Я также на что микрорайон не видела, когда они отреагировали только на подъезде. Когда уазик подъехал, ребята бравы в два метра с дубинками подошли и им сказали, да, они тогда отреагировали. А кто-то мимо будет идти, конечно. Еще сам получит. Еще сам получит правильно.